Под занавес уходящего года принято подводить итоги. Особые успехи в 2016 году Ниньский округ достиг в сфере сельского хозяйства. Образцовым поведением фермерского хозяйства можно смело назвать тельвиску. У фермерской семьи Григорьевых побывала моя коллега Валентина Чибичек. Вот это вот самая спокойная корова Цивуля Авдена. Она как первотелка, она диковатая немножко, ее вот приручают, как бы это немножко, ну уже более-менее она стала. Цаванка, ну такая тоже, у нее тоже свой нравный характер, тоже надо построже с ней. Животными надо немножко построже быть, потому что если дашь немножко слабинку, то они начинают бездельничать. Фрося, Дуся, Авдена, Цивуна, Цавана и два бычка – Андрей и Федя. Настоящая гордость Александра Григорьевых. К каждому из подопечных фермер имеет подход. Кого-то ласкает, а кого-то может и приструнить. Ну, Фрося, иди, иди, все. Большое хозяйство Александра начиналось с одной коровы – Цивули. Удой и любимицы до 22 литра в день дали повод задуматься о расширении поголовья. Спрос на молоко в тельвийске есть, а значит, продукция будет востребована. Александр написал проект и подал заявку на грант в фонд поддержки предпринимательства. В итоге социально значимый проект был поддержан. Предприниматель получил грант в размере 500 тысяч рублей. Какие вы можете дать рекомендации, пожелания начинающим фермерам? Те, кто хочет открыть нот, как-то боится. Ну, не надо бояться, надо все равно пробовать начинать с чего-то. Тяжело, конечно, бывает, но надо выходить из этой ситуации любыми способами. Выкручиваться как-то. За счет собственных и грантовых средств Александр построил коровник и приобрел еще несколько голов. За каждый литр реализованного продукта, а это порядка 40 литров в сутки, фермер получает субсидию из окружного бюджета. Благодаря этой поддержке удается держать приемлемую цену для покупателей. А чтобы прокормить поголовье, планирует закупить технику для самостоятельной заготовки сена. В этом году купил два трактора, ну, такие старенькие пока, на первое время пойдет. Потом, когда раскручусь, надо уже что-то новое брать. После Нового года до мая надо будет приобрести роторную косилку и пресс-подборщик, это рулоны закатывать которые. В новом году фермер планирует расширяться дальше, поэтому в хозяйстве появился еще один питомец. Симпатичный конь с рыжей челкой будет пасти большое стадо. Пастуши где-то, помощь может нужна будет, сено перевернуть, да так вот. Раньше же на лошадях все делали. Ну, полезное животное. Да, да, да. У меня жена давно уже хотела, мечтала о кометах. Но это еще не все обитатели телевисочной фермы. На улице в клетках ютятся гигантские кролики, а напротив коровника живут домашние птицы. Здесь у Александра располагается настоящее птичье царство. В этом балке проживают более 40 десятков куриц. Но живут они здесь не одни. Их охраняет кошечка Руся и два ее котенка. Необычное соседство пернатых совершенно не смущает. Чувствуют они себя вольготно. Помещение теплое, корм поступает три раза в день, поэтому несушки откладывают яйца исправно. Я сейчас с Нового года буду выпаривать яйца, чтобы цыплята много места не занимают, не несут. Клетки надеял, чтобы клеты уже начали нестись. Были у Александра и гуси, но спроса на них нет, поэтому пришлось это направление закрыть. Зато появился Хрюша. Он живет за стенкой. Кормят его очень осторожно, чтобы не нарушил спокойствие в курином семействе. Конечно, нельзя загадывать, но какие у вас планы, до каких размеров хотите расшириться? Ну, к июню, я думаю, что привезу еще 10 коров и выпарю. Ну, до 100 кур тоже дойти к лету пока. А потом будет зависеть все от помещения тоже. И вся продукция будет поступать на Телевский? Да, да, да. В Телевский в городе вот заказы есть. Очень много заказов на яйца. Тут поначалу думали, что не будут продаваться дорого по 120 рублей. Нет, все звонят, спрашивают. И как-то узнают друг у друга через знакомых и звонят. Спрос очень хороший. Да, да, да. Вот таким разнообразным и даже прибыльным может быть сельское хозяйство в Заполярье. Валентина Чайпичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Продолжение следует...